Переводы в Армению в один миг. В приложении Фора Банка. Просто по номеру телефона. До миллиона рублей. Фора Банк. Ваш банк выгодных переводов в Армению. Конфликт этот вероятен вполне, учитывая то, что дело идет к региональной войне между Израилем и Ираном, которую на сегодняшний момент инициирует Иран, делав все те практические шаги, которые можно было для этого сделать. Вряд ли Соединенные Штаты, тем более в год выборный, смогут остаться в стороне. То есть Америка, конечно, Израиль многократно подводила, предавала, продавала. Но тут уже ситуация может заставить Соединенные Штаты свои обязательства выполнить. Роли Турции не будет никакой. Турция не будет влезать ни в какую войну, ни между тем, если это напрямую не ее интерес. Если победит Америка, Турция постарается ухватить тюркский регион Ирана. Если в Америке победить не удастся, ну, турки в очередной раз продадут американцам то, что они такие крутые, нейтральные. Они же великолепные торговцы, они и нам все умеют продавать, и американцам все умеют продавать, включая свое членство в НАТО. Все форматы, о которых вы говорите, соглашения, когда начинаются войны, есть ли ломаного гроша. Все. Нет, баланс отношений нынешнее армянское руководство ни с кем, конечно, не удержит. Это, наверное, нужны другие люди. Но я как-то слабо себе представляю, что Армения объявляет Америке войну, защищая Иран. И еще меньше себе представляю, что Армения объявляет войну Ирану, защищая Америку. Как-то это странно будет выглядеть. А уж как выкрутится или не выкрутится Николай Пашинян, да кто же его знает. Любая большая война всегда опасна для малых сих. А, безусловно, в этом регионе Армения не самая серьезная военная сила. И экономическая тоже. Удар по Ирану для Армении плох, потому что это может очень сильно осложнить положение Ирана, который как ни крути партнер Армении торговый, геополитический. И, с другой стороны, это хорошо для Армении, потому что масса народу из Ирана двинется в Армению, спасаясь от войны с деньгами и много с чем еще. Представляем, как в Армению двинулась большая масса народу из России, спасаясь от мобилизации. И принесли с собой много чего. Ну, как ляжет карта.